Всем привет! Продолжаем смотреть картины интересных художников. Сегодня хотел вас познакомить с работами Сарватора Роза. Вот что написано на его автопортрете. Латинская надпись гласит «Молчи или скажи что-нибудь лучше, чем молчай». Висит этот автопортрет Национальной галереи в Лондоне. Дак Сальватор Роза. Родился в 1615 году, умер в возрасте 57 лет, 1673. Рим, папская область, национальность итальянец, известен своей живописью, гравюрой, поэзией. Я пользуюсь переводной википедией. Итальянский художник эпохи барокко, поэт-гравер, активно работавший в Неаполе, Риме и Флоренции. Как художник он был описан неортодоксальный экстраваган или же вечный бунтарь. Его отец землемер уговорил сына стать адвокатом или священником и отдал в монастырь отцов Самаски. Однако Сальватор давал предпочтение искусству. Италья работал со своим дядей в материнской линии, Паула Грека, чтобы научиться живописи. Вскоре он пришел под опеку своего шурина, Франческо Францискана, ученика Риберры. Затем, как пишут в википедии, либо Каниело Фальконое, современников Доминика Городжио, либо Крибери. Некоторые источники утверждают, что он жил с бродячими бандитами. Время он оставался с 1634 по 1635 год. Вернулся в Неаполь, начал рисовать пейзажи, заросшие растительностью, зубчатые пляжи, горы, пещеры. Он был одним из первых, кто написал романтические пейзажи с особым поворотом для сцен живописных, часто бурных и суровых сцен, населенных пастухами, разбойниками, вариками, солдатами. Эти ранние пейзажи очень дешево продавались через частных торговцев. Через несколько лет из Неаполя он вернулся в Рим, где его посетил кардинал Франческо Марии Пранкача, епископ Ветербо. Так написано в википедии, может, конечно, переводчик неправильно перевел, я прошу прощения. Для церкви Санта Мария де ла Морте Ветербо Россо написал о его первой и один из немногих алтарей под названием «Недоверие Фомы». Занимался самым разнообразным искусством – музыкой, поэзией, письмом, гравюрой и актерским мастерством. Во время римского карнавала писал пьесу, играл в маскараде. Надо сказать, что пьеса сатирическая принесла ему влиятельных врагов среди покровителей и художников, включая самого Бернини в Риме. В 1640 году принял приглашение Джованни Карла де Медичи переехать во Флоренцию, где пробыл до 1649 года, то есть 9 лет. Видимо, у него уже были деньги, он спонсировал там различные студии салона поэтов, драматургов и художников, так называемую Академию Пораженных, Академия Дерперкосси. Другой художник-поэт Лоренцо Липи делил с Розой гостеприимство кардинала, так написано в Википедии, то есть был другом Роза. Говорят, что он сочувствовал восстанию 1647 года, возглавляемому Массиниелло, чей портрет он написал, хотя, вероятно, и не с натуры. Ходили слухи, что Роза жил с бандой бандитов, участвовал в восстании в Неаполе против испанского владычества, хотя это не подтверждено. Вернулся в Рим в 1649 году, сосредоточился на крупномасштабных картинах, затрагивая темы и сюжеты, необычные для художников 17 века. Среди них был Дима Крицарей и Гробниц, Смерть Сократа, правосудие, покидающие земли и аллегория удачи. Среди картин его последних лет был Савл и ведьма Эндора «Битва», ныне они находятся в Луровском музее. Занимался серией сатирических портретов, но, как написано в Википедии, опять же, в переводной на него напал водянка. Он умер через полгода. В последние минуты своей жизни он женился на флорентийке по имени Лукреция, которая родила ему двух сыновей. Но надо сказать, что Сальвадор Роза заработал себе солидное состояние, так как был очень популярным гравером и делал сюжеты небольших гравюр-солдат и другие амбициозные крупномасштабные сюжеты. Среди учеников были Мартиноти, Монферрата, его брат Франческо и Асканио, дело Пена из Перуджи. Ну вот все, что мне удалось найти в переводной Википедии в интернете о художнике Сальватор Роза, художнике эпохи барокко, поэте и гравюре. Все, пока-пока, до свидания, смотрим картины. Субтитры создавал DimaTorzok